Что-то я потерял. Ага, да. Ладья берёт на d4. И ферзь берёт на d4. Выберите из этих двух ходов в этой позиции со стороны белых. Кстати, заметим, что ладья берёт на d4. Это сильный ход. И посмотрим ещё другое продолжение за чёрных. Например, e5 с нападением на две фигуры. В этом случае последовал бы ход конь d5. Мы видим, что позиция обострилась. И здесь, кстати, ещё одно задание для вас. Мы вернёмся к предыдущему заданию. В этой позиции у вас задание. Это вариант. Выберите здесь из ходов. ЕД или ЕФ. Значит, варианты мы используем также для тренировки комбинационного зрения, расчёта вариантов. И поэтому сделайте паузу, которую выберите из двух ходов. То есть, какую сторону надо брать пешкой. Брать коня или слона. ЕФ. Посмотрим ошибочный ход. ЕФ. Почему он ошибочный? Как вы здесь ответили бы за белых на ход ЕФ? Белые могут сыграть ферзь c3. Они нападают на ладью b4 ферзём и конём. Нападают на слона c8. Хотя сейчас у чёрных лишняя фигура, но они почти ничего не могут сделать. Например, ладья берёт на d4. Белые берут ферзя. Ладья берёт на d1. Ладья берёт на d1. Конь берёт на коня. И у чёрных три фигуры за ферзя. Но следует ферзь c6 шах. И ферзь берёт коня. И у чёрных только две фигуры за ферзя. И у белых ещё, кроме этого, и атака, и атака на пешке чёрных. В общем, позиция чёрных, по оценке компьютера, абсолютно безнадёжна. А вот ход ed, взятие ed было лучше в какой-то степени. Но белые могли сыграть ферзь d2. Снова нападают на ладью. Уходят ферзём из-под удара. А у чёрных висит ферзь и ладья. Ферзь a5. Ферзь берёт на b4. Ферзь берёт на b4. Конь берёт на b4. Чёрные ещё могут взять здесь слона. Но ладья берёт на f4. И даже слон g5 такая связка. Связка ладьи. На которую белые ответят конь d5. Защитят ладью после слона f4. Конь берёт на f4. Слон d7. Ладья берёт на d4. Белые выиграли пешку. Но компьютер оценивает их перевес больше, чем пешку. Потому что у чёрных слабы все пешки. Они все изолированные. И поэтому ещё и лишняя пешка у белых. И лучшая позиция. Так, мы должны вернуться к ходу позиции после ладья берёт на d4. Здесь у нас было задание, как сыграть. Ладья берёт на d4 или ферзь берёт на d4. Если взять ферзём, то следует размен ферзей. У белых лишнее качество. И в этой позиции задание для вас. Выберите из ходов. Конь берёт на f4 слона или e5, нападая на две фигуры. e5 ошибка. Следует... Значит, пешка нападает на две фигуры. На ладью и на слона. Но следует ход ладья c4. Это, можно сказать, промежуточный ход. Ладья ушла из-под удара пешки, напав на слона c8. То есть, если чёрные возьмут на f4, они потеряют слона c8. Есть, правда, у чёрных такой ход. Конь b6, нападая на ладью и защищая одновременно слона. Тоже как бы промежуточный ход, так как чёрные не берут сразу на f4. Тогда белые брали бы с шахом. Тоже промежуточный ход. Конь берёт на c8. И теперь они могут убрать слона из-под удара. То есть, белые отдали не целую фигуру, а отдали качество. В результате получается позиция равная по материалу, но она в пользу белых. У них и конь может встать на d5, и пешка на a6 слабая. В общем, два слона. Перевес двух слонов в открытой позиции. В общем, компьютер даёт чёрным здесь довольно значительный перевес. Это был ход e5. А вот ход... Конь берёт на f4 в этой позиции. Давал чёрным преимущество. Например, ладья берёт на f4. И тогда следует связка, о которой я говорил чуть раньше, слон g5. Связывается ладья. Можно сыграть только g3. И следует удар e5. И теперь одна ладья, правда, может отскочить с промежуточным ходом. Но после конь b6 в этом случае белых уже не спасает. Они могут отдать ладью за слона, но ладью f4 они не смогут убрать из-за связки. И поэтому в этой позиции у чёрных значительный перевес. Это были варианты. А в партии было сыграно... Ладья берёт на d4. Михаил Таль сыграл. Ладья берёт на d4. Битва на д9. Битва Third True Westen